Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. За истекший период года жизненно важные лекарственные средства подорожали на 8,9%. Специалисты Высшей школы экономики подсчитали, что через месяц почти все эти препараты вырастут в цене еще на 16%. Причиной этого называется вступление в действие поправок об обращении лекарственных средств, согласно которым министр здравоохранения сможет проиндексировать цены на уровень реальной инфляции и выше для отечественных производителей. Ну и причины, как всегда, в трудностях с регуляцией цен и, следовательно, проблемами конкуренции. Банк России приостановил и отозвал у семи компаний лицензии на страхование. Лицензии потеряли страховая компания «Компаньон», моя страховая компания «Русский альянс», «Сотис», национальная противопожарная страховая компания «МРСК» и страховая компания «Рост». Приостановление лицензии Банком России означает запрет на заключение новых договоров страхования и не позволяет расширять ответственность по действующим договорам. Вместе с тем, страховая компания по-прежнему обязана принимать заявление на выплату страховых возмещений по наступившим страховым случаям. Управление по туризму Таиланда хочет привлекать российских туристов, развивая нишевые направления. Повышенное внимание будет уделяться свадебному туризму и специальным турам по релаксации для молодоженов, а также туризму для российских спортсменов, занимающихся тайским боксом. Причина рекомендации развивать нишевые направления – общий спад российского турпотока в Таиланд, который произошел из-за девальвации рубля. По данным Минтуризма Таиланда, за первые месяцы 2015 года в страну приехало на 60% меньше российских туристов, чем за те же месяцы прошлого года. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился, индекс ММВБ в полюсе на отметке 1637 пунктов. Среди лидеров роста – полюс золота, полиметал, фосагра, группы Пик и Яндекс, аутсайдеры – Северсталь, Солерс, ТМК, Распадская и Мечел. К открытию торгов в России сложился слабо негативный внешний фон. Американские индексы завершили день с умеренным повышением. Европейские площадки закрыли день в зеленой зоне под влиянием оптимистичных прогнозов относительно греческого вопроса. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Курс доллара на 4 июня – 53,05 рубля, курс евро – 59,11 рубля, золото стоит 2024 рубля за грамм, серебро стоит 28,32 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 64,34 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.